В студии телеканала «Север» Елизавета Кабанова. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели». Программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненецкого автономного округа и повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. Депутаты собрания Ненецкого автономного округа рассмотрели поправки к окружному бюджету на 2021 год. Увеличиваются доходы окружной казны и ее расходы на реализацию необходимых в регионе мероприятий. Почти 13 тысяч квадратных километров земли предусмотрели в Ненецком округе под арктический гектар. Процесс выделения участков жителям региона и особенности реализации федеральной программы в условиях Арктики обсудили окружные парламентарии. Вслед за «Единой Россией» политические партии КПРФ и ЛДПР определились с кандидатами на выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва по одномандатному избирательному округу. В окружном собрании депутатов Ненецкого автономного округа обсудили очередные изменения в окружной бюджет. Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Доходы окружного бюджета увеличиваются на сумму 2 миллиарда рублей и составят около 24,5 миллиардов. В основном увеличение бюджета произошло за счёт поступления доходов от СРП по проекту «Харягинское месторождение» – более 980 миллионов рублей и за счёт безвозмездных поступлений свыше 860 миллионов рублей. С учётом изменений расходная часть окружного бюджета на 2021 год составит около 27 миллиардов рублей. Наибольший объём средств направят Департаменту строительства ЖКХ «Энергетики» и «Транспорта». За счёт федеральных средств предусмотрено 800 миллионов рублей на строительство автомобильной дороги на Римар-Усинск. С учётом дополнительных средств объём финансирования строительства дороги в 2021 году составит более 3 миллиардов. Предусмотрены дополнительные средства на субсидии на горячую и холодную воду, водоотведение и на твёрдое топливо, электроэнергию и вывоз ТКО. На эти цели дополнительно направят почти 260 миллионов рублей. На перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном и межрегиональном сообщении, а также водным транспортом добавят более 142 миллионов. Предусмотрены средства на обустройство мест накопления ТКО в пяти муниципальных образованиях – Карском, Омском, Пустозерском, Каратайском и Тиманском сельсоветах. Добавлены средства в сумме около 16 миллионов на субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. Запланировано финансирование 23 проектов в 11 муниципальных образованиях. Добавлены средства на проведение текущего и капитального ремонта учреждений образования, культуры и здравоохранения. Также на комиссии было принято решение о выделении дополнительно более 17,5 миллионов рублей на субсидии сельхозпроизводителям на 1 килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока. В настоящее время подготовлен проект постановления администрации округа, предусматривающий повышение ставки субсидии на 1 килограмм молока в период с 1 мая по 31 августа до 70 рублей. На сегодняшний день ставка составляет 58,5 рублей на килограмм. На заседании постоянной комиссии по социальной политике собрания депутатов Ненецкого округа рассмотрена законодательная инициатива окружных парламентариев о предоставлении бесплатных лекарств для детей, проживающих в пришкольных интернатах. Депутаты предлагают включить детей, в том числе достигших 18-летия, из сельских населённых пунктов, которые обучаются и проживают в общеобразовательных организациях, в категорию граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счёт окружного бюджета. В настоящее время в соответствии с окружным законом бесплатно предоставляются лекарства детям до 3 лет, детям до 7 лет из многодетных семей и детям-инвалидам. По мнению представителей профильного ведомства, на указанные изменения не потребуются дополнительные средства из окружного бюджета. По предварительным данным, в регионе живут и учатся в школах-интернатах 336 детей. Средняя стоимость одного льготного рецепта составляет более 2000 рублей. При обсуждении проекта закона депутаты предложили профильным департаментам проработать возможность включения учащихся из села, проживающих в общежитиях в средних профессиональных организациях. В региональном парламенте в рамках рассмотрения изменений в закон об окружном бюджете на заседании комиссии по экономической политике и бюджету депутаты обсудили поправки в окружной бюджет на 2021 год. В частности, предлагается предусмотреть финансирование на капитальный ремонт школы в поселке Амдерма. С сентября 2019 года по январь 2020 года в ходе эксплуатации здания школы выявлены дефекты и деформации несущих и ограждающих конструкций. В этой связи было принято решение о приостановлении образовательного процесса в здании. И занятия проводились в здании, в котором расположен детский сад. Для приведения здания школы в нормативное состояние требуется проведение капитального ремонта. Стоимость работ составляет порядка 9,5 миллионов рублей. Также по предложению депутатов предусмотрят дополнительно 1 миллион 200 тысяч рублей на капитальный ремонт Дома культура в ОМЕ. Когда подрядчик приступил к выполнению работ, были выявлены дефекты, которые оказывают существенное влияние на несущую способность здания. Для их устранения предлагается выделить дополнительные средства. Также в ходе заседания комиссии по экономической политике и бюджету депутаты обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. При рассмотрении первых изменений в окружной бюджет в апреле этого года финансирование данного мероприятия было уменьшено почти на 39 миллионов рублей. В том числе почти на 9 миллионов рублей Заполярному району и на 30 миллионов городскому округу. В настоящее время с Заполярным районом заключено соглашение на общую сумму 21 миллион рублей. За счёт окружных средств планируется провести капитальный ремонт ЛЭП в Крутее-Белушье, ремонт участков тепловой сети в Великовисочном и Неси. В соответствии с обращением администрации городского округа предлагается предусмотреть в окружном бюджете 16 миллионов 700 тысяч рублей на капитальный ремонт сети тепло и водоснабжения на улице Октябрьской, капитальный ремонт электроснабжения котельных номер 3, 4, 7 и 9. Кроме того, в апреле депутат Андрей Попов обратил особое внимание на котельную номер 14. Как пояснили представители профильного департамента, ремонт котельной будет осуществляться путём модернизации в три этапа. ПОКТС уже приступил к работам. Средства на компенсацию затрат по первому этапу будут предусмотрены осенью. Председатель комиссии Наталья Кордакова отметила, что подготовка к осенне-зимнему периоду находится на особом контроле окружных депутатов, поскольку муниципальные образования должны быть готовы к отопительному сезону. В особых климатических условиях Крайнего Севера своевременная подготовка имеет сверхважное значение. При обсуждении подготовки к осенне-зимнему сезону возник вопрос по порядку предоставления субсидий, который был изменён в конце прошлого года, в связи с чем были приняты не все заявки от муниципалитетов. Если раньше в заявку можно было включать приобретение оборудования, то сейчас только проведение работ. Депутаты предложили провести отдельное рабочее совещание по этому вопросу. Завершая работу комиссии, Наталья Кордакова отметила, что за истёкший парламентский год на комиссии рассмотрено большое количество как сессионных, так и тематических вопросов. Вместе с тем есть незавершённые вопросы. Осенью вернёмся к обсуждению трёх очень важных для округа программ – по развитию туризма, по комплексному развитию сельских территорий и снижению уровня бедности, сказала в заключении председатель комиссии. Окружные парламентарии на прецессионном комитете утвердили повестку дня заключительной в этом парламентском сезоне сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа, которая состоится 1 июля. Депутаты рассмотрели 30 вопросов, включённых в повестку комитета. В их числе 19 законопроектов, два вопроса о назначении на должность мирового судьи, две законодательные инициативы собрания депутатов Ненецкого автономного округа о внесении изменений в федеральное законодательство. Заключительной в этом парламентском году сессии, уполномоченной по правам человека в Ненецком автономном округе, Лариса Свиридова представит доклад о своей деятельности. На комитете она ответила на вопросы депутатов. Депутат Татьяна Фёдоровна просила омбудсмена в своём докладе отразить вопрос по обеспечению жильём отдельных категорий граждан. Парламентарии также обсудили новый закон округа о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование, так называемый арктический гектар. Его планируют принять в двух чтениях. Рассмотрены изменения в окружные законы о налоге на имущество организации, о транспортном налоге, о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан. По итогам обсуждения в повестку сессии включено 28 вопросов. Очередная 37-я сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа пройдёт 1 июля в актовом зале администрации округа. Начало сессии в 10 часов утра. В связи с продолжением в округе режима повышенной готовности, сессия пройдёт с участием депутатов и докладчиков по вопросам повестки. Прямую трансляцию 37-й сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север». Программа «Арктический гектар» должна заработать в округе с 1 августа 2021 года. Законопроект о безвозмездном предоставлении земельных участков рассмотрен на заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Напомним, Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации принят Государственной Думой и находятся на рассмотрении в Совете Федерации. Как рассказала начальник управления имущественных и земельных отношений Анастасия Голговская, общая площадь округа составляет более 176 тысяч квадратных километров, порядка 95% земли сельхозназначения, из которых практически 100% предоставлены в аренду оленеводческим хозяйствам. Кроме того, земли на 20-километровой береговой линии являются приграничной зоной. В итоге остаются четыре территории, земли на которых можно предоставить в безвозмездное пользование. Это Омский, Пёшский, Великовисочный и Приморско-Куйские сельсоветы. Жители Оммы и Нижней Пёши в ходе опроса высказались против формирования на их территории арктических гектаров. В Великовисочном ежегодно земли подтопляют. Поэтому остановились на территории Приморско-Куйского сельсовета. Здесь получить арктический гектар будет интересно жителям деревни Куя, посёлка Красное, Наридмара и Искателей. После консультации с сельчанами выбрали территории 1293 гектаров или около 13 тысяч квадратных километров. Анастасия Голговская подчеркнула, что выделяться арктические гектары будут исключительно на межселённых территориях. В населённых пунктах очень непростая ситуация с земельными участками. Кроме того, муниципалам сейчас предстоит провести огромную работу по выявлению ранее неучтённых объектов, привести в соответствие документацию. В ходе обсуждения законопроекта Александр Чурсанов поблагодарил ведомство за учёт мнения жителей сёл. Он отметил, что это совершенно новый механизм. Требуется время и в случае, если результаты будут положительными, можно будет вернуться к вопросу по Омскому и Пёрскому сельсоветам. Председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова предложила управлению земельных отношений провести масштабную информационную кампанию по арктическому гектару, поскольку необходимо объяснить жителям суть и детали программы. На пресс-конференции региональном СМИ депутат Государственной думы 7-го созыва от Ненинского автономного округа Сергей Коткин, который принимал непосредственное участие в принятии закона об арктическом гектаре, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Север», прокомментировал вопрос, почему жители округа настороженно отнеслись к нововведению. Закон такой принят. Сейчас мы ждем подзаконных нормативных актов. Вот это тот закон, который не прямого действия. Мы ждем подзаконных нормативных актов. Правительство должно разработать положение, каким образом будут предоставляться вот эти земли. Значит, те волнения и беспокойства, которые вы выражаете с точки зрения земель сельхозназначения, коренных младчисленных народов. Я задавал этот вопрос на профильном комитете. Значит, мы получили заверение Арктического совета о том, что земли коренных народов, там, где они ведут традиционно хозяйственный и традиционный образ жизни, предоставляться для арктического гектара не будут. Добавлю, получить участок земли площадью до одного гектара в Арктической зоне Российской Федерации смогут все жители России. Но в первые шесть месяцев действия программы «Арктический гектар» заявку смогут подать только местные жители. Участки будут выделяться только на сухопутной территории Арктической зоны. По окончании этого срока такую возможность получат жители других регионов России. Полученные участки можно будет использовать как под строительство жилья, так и для ведения бизнеса. Срок безвозмездного пользования землей – пять лет. По его истечении ее можно будет оформить в собственность или заключить договор аренды. В Наринмаре в общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось заседание Президиума Совета регионального отделения партии в Ненецком автономном округе. В ходе заседания обсудили реализацию партийных проектов. В «Единой России» давно используется проектный подход. Этот метод позволяет эффективно справляться с задачами и в социальной сфере, и в экономике, принимать необходимые, если нужно, оперативные решения. Партийные проекты формируются на основе предвыборных обязательств единороссов, становятся политическими приоритетами законотворческой деятельности как на региональном, так и на федеральном уровне. Всего на территории округа реализуется 15 партийных проектов. Таких как «Здоровое будущее», «Старшее поколение», «Историческая память», «Народный контроль», «Новая школа» и другие. За каждым проектом закреплен куратор. На заседании президиума Рексовета однопартийцы доверили курировать реализацию партийного проекта «Крепкая семья» Сергею Коткину, депутату Государственной Думы 7-го созыва, победителю внутрипартийного праймериза на выборах в Госдуму 8-го созыва. Тот проект, который, я считаю, наиболее важен с точки зрения федерального уровня. Почему? Потому что вот в этот непростой период, период уже полуторагодичной давности пандемии, вы видите, что на уровне федерального центра нашей самой большой фракции в Государственной Думе принимаются беспрецедентные меры по поддержке многодетных семей, материнства, отцовства, детства. Несли поправки в Конституцию по материнству, отцовству и детству. Вот это тот институт, та ячейка, которую нам очень важно сегодня поддержать в этот непростой для всех нас период. На заседании Президиума Рексовета Единой России также утвердили кандидатуру выдвиженца партии на дополнительные выборы в Совет городского округа город Наринмар по избирательному округу Портовый. На внутрипартийном праймеризе победила Елена Кислякова, руководитель Центра кадастровой оценки Ненинского автономного округа, специалист с большим опытом работы в исполнительных органах власти и жительницу города Наринмара. И знаю и вижу проблемы горожан, проблемы округа в целом. И думаю, что у меня есть достаточно опыта и целеустремленности, и вообще характера для того, чтобы стать депутатом. Поэтому решила попробовать, почему бы нет. Мандат депутата городского совета освободился после назначения председателя Совета городского округа Дениса Гусева сенатором от исполнительной власти региона. Дополнительные выборы в Гурсовет по избирательному округу Портовый пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. На состоявшихся в Москве партийных съездах вслед за «Единой Россией» со своими кандидатами на выборы в Государственную Думу Российской Федерации 8-го созыва определились политические партии КПРФ и ЛДПР. На 18-м съезде партия КПРФ выдвинула кандидатов для участия в выборах Госдумы России, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября. От Ненинского автономного округа в региональную группу вошли Михаил Райн, первый секретарь Ненинского окружкома КПРФ. Депутат собрания депутатов Ненинского автономного округа Кирилл Ануфриев, член КПРФ, депутат Совета депутатов сельского подселения Пёшский сельсовет Заполярного района Нао и Михаил Кушнир, член КПРФ, депутат Совета городского округа город Наринмар. Михаил Райн также выдвинут по Ненинскому одномандатному избирательному округу номер 221. В Москве также состоялся 33-й съезд ЛДПР, на котором делегаты утвердили кандидатов на выборы в Госдуму 8-го созыва. Кандидатом в депутаты Госдумы по Ненинскому одномандатному избирательному округу номер 221 выдвинут руководитель фракции ЛДПР в собрание депутатов Ненинского автономного округа Андрей Смученков. В общую федеральную часть списка ЛДПР также вошел глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, курирующий Ненинский округ по линии партии. Депутаты Совета Заполярного района утвердили гимн муниципального образования. Гимн презентовали на торжественном мероприятии по случаю Дня Герба и флага Заполярного района. В торжественном мероприятии приняли участие сенатор Денис Гусев, председатель собрания депутатов Ненинского автономного округа Александр Лутовинов, депутаты районного и городского советов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Эти строки из нового символа Заполярного района как нельзя лучше передают национальное единство и любовь к родине. На торжественном мероприятии в День Герба и флага Заполярного района гимн исполнил оперный певец из Санкт-Петербурга Юрий Заряднов. Презентацию гимна приурочили ко Дню флага и Герба Заполярного района, который отмечают здесь с 2008 года. Эти символы, которые… Мы с ними живем, мы с ними гордимся и, конечно, гордимся тем, что они олицетворяют. Это бесконечную тундру, ее богатство, это широту наших рек, глубину наших озер, это моря, которые нас омывают. И, конечно, прежде всего, это люди открытые, добрые, красивые, неравнодушные. Это те, кто трудятся в Заполярном районе, которые составляют его красоту и гордость. Открытый конкурс был объявлен в рамках подготовки к празднованию 15-летия района. 22 января по 24 мая этого года конкурсная комиссия проводила прием творческих работ от жителей Ненинского округа. Всего на рассмотрении было прислано семь гимнов. Профессиональное жюри в составе 12 человек единогласно приняло решение о том, что лучший вариант гимна был создан Татьяной Левчаткиной, актором музыки, и Ольгой Пашун, автором слов. При этом конкурсная комиссия узнала имена победителей только после подведения итогов. Как отметили члены жюри, все работы были достойными. Затем в ходе заседания 16-й сессии Совета депутатов гимн Заполярного района был также единогласно принят. Я бы хотела обратиться к тем авторам, которые, ну, чуть-чуть не повезло им, но у них хороший текст. И я бы хотела, чтобы, наверное, мы с коллективом все время попросим, возьмем эти песни и будем их исполнять. На самом деле очень классно, вообще хорошие, бесподобные тексты были. Но вот этот текст, он был самый сильный, самый мощный и самое главное, что он, эта песня была, так, и музыка, и текст, вот как настоящий гимн Заполярного района. Все подмечено тонко. С поздравлениями к жителям и гостям района обратились представители окружной власти. У нас верб, флаг, гимн. Это что, Виктор Николаевич? Это, наверное, ответственность, повышение ответственности. Сейчас все закончено, видите, вся государственная атрибутика у вас присутствует. Поэтому, действительно, вся эта торжественность, это не просто какая-то фраза, это не помпезность. Это, наверное, то, что это дополнительное обязательство, в том числе, это дополнительная ответственность. На сегодня это вся информация. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в эфир 7 июля, где мы расскажем об итогах сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа и окончании очередного парламентского сезона. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok